Романтичный образ зеленоглазого такси, нарисованный Михаилом Боярским в, пожалуй, самой известной песне прошлых лет, давно порушен. Сегодня такси, по крайней мере в нашем городе, что-то непредсказуемое, зачастую страшное и совершенно небезопасное. Хотя сервисы заказа такси на своих официальных сайтах заявляют, что заботятся о сохранности жизни и здоровья пассажиров. Так, например, на сайте одного небезызвестного сервиса указано. В поездке жизни и здоровье пассажира застрахованы на случай ДТП на 2 миллиона рублей. Что же на деле? Какую компенсацию предлагают в случае ДТП? В один из осенних дней, 10 октября, жительница Читы, воспользовавшись этим сервисом, стала жертвой аварии. ДТП случилось на повороте с улицы Крымской на мост. С нами побеседовала дочь пострадавшей. Именно она заказывала такси для матери в тот злополучный день. И именно с ней связывалась служба такси после происшествия. Меня расспросили, какие были увечья причины вашей маме. И прям вот, ну то есть не было ли переломов. То есть ответила, переломов нет, да, то есть это гематома, это многочисленные ушибы. Левая сторона рука ушиб, левая нога внизу, то есть под коленом это ушиб. Но переломов не было. То есть две тысячи оценили моральный ущерб. Что можно на две тысячи в наше время взять? Соответственно, нет. Между тем, из медицинского заключения, которое выдали пострадавшие в травмпункте, следует. Ушиб мягких тканей левого плечевого сустава, левой голени, растяжение связок одного пальца правой кисти. На первый взгляд, причиненные травмы не так серьезны, но учитывая почтенный возраст потерпевшей, 72 года, процесс восстановления здоровья займет длительное время, да и последствия могут быть тяжелыми. Аморальный ущерб – две тысячи рублей. Да и чтобы их получить, нужно пройти тот еще квест. Опять же, на сайте сервиса заказа такси читаем. Для выплаты пострадавшему в ДТП нужно собрать документы, подтверждающие происшествие и вред здоровью, постановление об административном правонарушении и выписку из истории болезни или медицинской карты. Постановление об административном правонарушении Снежана, дочь потерпевшей, пытается получить уже две недели. Дозвониться до ГИБДД невозможно, а чтобы получить справку из травмпункта, нужно сначала приехать в отделение, написать заявление о выдаче справки, а потом дождаться звонка. И вишенка на торте во всей этой ситуации – водитель, как их принято называть, иностранный специалист. О том, что сферу такси плотно оккупировали мигранты, известно всем. Обсудить запрет на работу приезжих в такси на федеральном уровне предложила член Комитета Госдумы по делам национальности Анастасия Удальцова, сообщает Российская газета. В 20 регионах страны запрет уже действует. Забайкальский край, увы, в этот список не входит, как и Екатеринбург, где недавно водитель-мигрант напал с тростью на пожилого мужчину за то, что тот хотел оплатить проезд на такси крупной купюрой. Но вот в Свердловской области все же предложили запретить мигрантам работать в общественном транспорте. А у нас пока нет. И все же, самое главное в поездках на такси, вне зависимости от того, кто водитель, какая машина, не забывайте о главном – забота о безопасности только в ваших руках. Не забывайте самое простое – пристегните ремень. Тогда будет больше вероятности, что зеленоглазое такси увезет вас туда, где будут рады вам всегда.